Так, без всякой подготовки разговоры с промптом. Помешать может ветер или петухи сильно часто поют. Вот смотри, если не получится звуковой разговор, зато пусть смотрят как прививают. Теперь так, разговор такой в этот раз. Смотри, я всегда за запасом старифицирую, так? Ты тоже старифицируешь. Ты ровно столько, сколько тебе надо. Схожесть хорошая, все в порядке. А я потом выбрасываю. Почему? Обратного в холодильник до следующего сезона уже не отправишь. По той причине, что они в сыром песке. Апрель-май и на выброс. Что из этого следует? Ну, хотя бы поговорю с тобой, нет ли у нас где-то каких-то дыр в нашей бюджете, в питомнике. Да. Ну, сам посуди. У всех, не по-моему, у всех дыры есть. У всех, да. Сейчас мы ее уменьшать будем. Смотри, я буду задавать вопросы. Вот. А ты отвечай. Итак, начинаем с это, самых таких вещей. Ведь ты же не выращиваешь вишни? Вишни нет. А скажи, пожалуйста, на них спрос есть? Очень огромный. А почему так получилось? Ну, как-то так сами доходят. Вот они доходят. Что же делать-то? Да. Смотри, если у меня... Ну, сейчас еще косточки чуть-чуть берут, чуть-чуть. Я даже не знаю, сколько осталось. Лежат все в банке в песке, не поймешь. То ли там осталось полсотни, то ли штук пятьсот. Значит, если останутся, если я поручу Юлию Сергеевне сделать грядку, пусть растит, а с осени тебе пили это. Юлия Сергеевна, если она будет выращивать, пусть занимается сама. А продавать? Нет, вопрос о продаже, пусть занимается. Сможешь продать? Ну, на паях. Ну, это, наверное, не на камеру. Не, мне надо на камеру. Ну, помогу. Помогешь. Так, теперь. Ну, вишня, она на то и вишня. Дело в том, что вишня в России уничтожена как класс, как вид. А это не я говорю, это наука говорит. То, что еще есть в садах, по сравнению с чеховскими садами вишневыми, это один процент. Другое дело, как это добились, я уже не раз говорил, вырождаются. О сибирских, двоих наших, они не знают. Вот. Вырождение раз, и уничтожение с помощью секаторов. То есть, им обязательно нужно сделать так, чтобы они насквозь, насквозь шветились. Кроны, даже летом. Какой-то идиот придумал. Через кроновое дерево должен пролетать валинах, не задев за ветки. Вот это глупости, так и укоренились сознание. Ладно, это и отвлекся. Итак, вишни, значит, в принципе решили. Если останутся, Юля высаживает. Дальше идем. Терешни. Дело в чем. Как-то мы с тобой разговаривали, что ты мне сказал? Да они померзнут, непривитые. Было такое? Там есть еще момент не только зимостойкости. Громче говори. Там есть момент не только зимостойкости, но и плодоношение. Да, понятно. Плодоношение выращено с косточки достаточно растягивается. А если люди готовы ждать? Ну, это уже другой вопрос. Так это не тебе, это их решать, не тебе. Короче, если останутся черешевые косточки, смотри. Наши черешни здесь привитые. Выдерживают 40 градусов мороза. Это факт. Вот. Если плохо плодоносит у нас отдельно, только потому что пылить некому. В одном конце сада. Одна черешня. Ну, по поводу семенного размножения черешни, я как бы в этом не участвую. Ой, вообще. Вообще. А они что, выбрасывают черешевые косточки? Не, можно посадить, но я к ним на какого отношения иметь не буду. А что тебе трудно продать? Ведь продавец-то ты... Я считаю, что это неправильно. Не, не зажрались ли вы? А, Сергей Балерьевич? Привет, Андрей. Может быть и правильно, но я не буду этим заниматься, это каждому объяснять, почему она привитая, и что и как. То есть у меня просто нет на это времени. Татьяна Александровна есть. Я ее научу. Я ее научу. Я ее научу. Я не могу снять столько времени, то есть это очень-очень такой процесс. Прям таки. Ну ладно, я же не могу тебя заставить. 35 лет стукнуло от тебя. Я уже тебе обещаю, это, предлагал тебе в Яжевскую академию возглавить. Не перезвонили. А? Я согласен на должность помощника, главного агронома по направлению садоводства. Да, ну, это мелочь. Нет, я предлагаю, кто-то должен быть москвич, потому что это связь, это все, пусть будет, ладно, так и быть, директором, проректором, нет, ректором или как там еще. Проректором это преподавать. Допустим, у меня есть уникальный человек, Савинич, на должность зам по науке, это надо развивать, и селекцию. А ты зам по производству. Можно это. Ой, уговорил. Осталось бы... Осталось бы... А, слушай, помнишь, Кавказской пленнице? Родители, родственники, согласны? Согласны? Осталось бы невесту уговорить. Да, да, да. Ну, именно в таком ключе и надо разговаривать, потому что иначе грустно, все равно оттуда звонка не будет. Вот. Ладно. Теперь. Абрикосовые косточки культурные. Если мы с них вырастим саженцы, что будет? Нет, нет. Электричества нет? Отключили. Да? Культурные. Не знаю, что будет. Вот я не знаю. А манжурцык подвоенный возьмешь в работу? Своих девать некуда. А, я знаю. Я спросил не для тебя, а для людей. Вот, чтобы знали, где-то девать некуда, а где-то вся страна на это самое, на голодном пайке. Только мы в этом не виноваты. Я посадить-то их посажу. У меня, во-первых, своих застратифицировали. Так за ними все лета ухаживать надо. Во-вторых, ухаживать. А во-вторых, если у меня будет перебор, я потом просто не смогу их все физически привить. Да, я знаю. Тут надо держать баланс. А кто вон там, в эти баи, помнишь? Четырехпятилетки, плодосящие. Кто выпиливал? Как ты смог, инфаркт не заработал? Ну, а как? А вот как? Они там были лишние. А, конечно, лишние. Ну, там чистая математика. То есть, один бай там 30 саженцев мне затеняет, и они просто не вырастают. Да, я знаю. Ну, ты вот сравни свои цены. Давай теперь о ценах. Все равно надо. Народ должен знать своих героев. Значит, вот саженец, да? Одно-двухлетний. Допустим, королевский. Ну, то есть, культурный, привитый. Это размером от одного до двух метров. Какая у тебя цена? Две тысячи рублей. Две тысячи. Значит, этот самый привезли в Казахстан. Уже мне наш друг, этот, Кирилл Иван Федорович, мой зам по Казахстану, я такую должность вел, вот, как лидер среди любителей, имею право. Так вот, он уже успел сделать эти самые, как они называются, видео. Вот. Представь себе, там метр только голого штамба искалеченного, а все остальное выше метров. То есть, вместо того, чтобы прижимать к земле, северный Казахстан, это Сибирь, кто не в курсе, это я не тебе, это тем, кто меня слышит. Да? Вот. Метр, ну, там, 80-90 сантиметров штамба только. Это ужас какой-то. Это стриптиз на морозе. Как его по снегам прятать? Это яблони. В общем, посмотрел я в ролике, мне стало жутко. А ведь цена-то, 5-8 тысяч. А ты че дешевишь-то, 2 тысячи? Правильно. Скажи. Я буду поднять, раз такой разговор пошел. Да я шучу, нет. Ну, там явно это не Москва. Ну, у тебя не хватило саженцев, значит, ты продешевил. Мне же долбят, и не только Таню, но и меня долбят. Нет, я понимаю. Весна пришла, продавать-то нечего. Весна пришла, вот сейчас только, через неделю-две можно было в двухмет этих, ямы полметровые. Вот такие можно было выкапывать. Мало, но качественно. Да, конечно. Ты скажи проще, не хватило ни времени, ни сил. Или цену продешевил. Да нет. Цена нормальная, адекватная. Да. Там много обстоятельств. Не хватает. Так, я смотрю, заканчиваешь грядку с этими. Да, еще новость такая от тебя. Ты решил отказаться от, ну, не полностью, но от корневых отводков из тайги. И вот они, кстати, были. Как привил. Так, и... О, он же сзади. И это самое. Переходишь частично на сеянцевое выращивание. Сеянцевое. Ну, тоже, по-моему, это даже дольше, чем мы. Ну, это более длительный процесс. Да вот стоит ли. Может, еще дальше в тайгу залезть? Куда дальше? Я тут уже все объехал. Куда дальше? Это когда-то я начинал. Я тут то, что... Ближайшие вот округа вся уже проверена. Ну, ладно, это понятно. Но уазники в объезде. И я тебе вот что скажу. Когда было массовое вымирание, 10-12 лет назад, началось массовое вымирание яблонь во всей Минусинской котловине. Минусинск, Абакан, Саиногорск. Все это с пригородами, с селами совсем. Массовое. Сотни тысяч одномоментно были погибли. Ну, я обвиняю в этом эти привозные, с Средней Азии. Но это ладно. Знаешь, что я заметил? Да-да, алё. Да-да, купи посадку. Да, конечно. Уголовок 6. Ну да, на посадку, именно на посадку. Ага, ну все, ладно. Перезвони. Так, а я сейчас убился. Ага, так вот, значит, в окрестностях я увидел несколько за это время, я же не сижу в квартире, несколько сотен деревьев. Я их называю одичавшие ранетки. Вот. Окульпированные сибирки. Это одно и то же. Мне такие попадались достаточно, то есть крупная сибирка, то есть, скорее всего, ранетка когда-то была. Да. Так вот, ты знаешь, крупноплодные, это все по окрестностям. Вот в Красном хуторе же, они практически все погибли, кроме нескольких. То есть счет шел только в одной деревне на сотни. Самый лучший сад был у этой у... Мы ее называли, знаешь, как? Мы ее называли... Кто газеты разносит? Как их? Это... Курьер? Кто разносит газеты? А, Почталенша. Почталенша. Вот. У нее... Она до трехсот ведер собирала отборных яблок. То есть все и мои были. Вот. Все это погибло. Они сад искалечили, наслушали, начитались, сделали им штамбы, и как раз эпидемия. И все это погибло. Так вот, по всей окрестностях не погиб ни один, ни одна эта. Не только чистые сибирки. Ну, у них размер мизинец, ноготь. Вот такой. Ну, и даже эти самые... Как их называют? Ронетки. Ну, кто одичавший ронетки, кто оккультуренные сибирки. То есть они уже вот такие вот размеры, как вот ногти на этом. До такого ногтя. Вот. Ни одна не погибла. Ни одна. Значит, что должно служить по двоям? Конечно же, сибирка. Ну, да, сибирки более 20 видов насчитываются. Ну, ты сильно грамотный. Развелось этих окранов. Так. Слушай, мне еще надо. Мне еще надо. Еще, знаешь, что хотел сказать. Чтобы еще не выбрасывать. Значит, уссурийская груша. Если останутся там панки в сыром песке. Заберешь? Да, заберу. Юля не потянет. Я заберу. Заберешь, и все останется. У меня часть стратифицирована. Я думаю, как бы, если аппетиты у меня возрастут. Вот пусть аппетиты возрастают. Я собирал с хом виде, если что садить. Ускоренность. Да, это лучше мои. Все, что останется, я, значит, тебе отдаю. Так, слушай дальше. Как с ними это? Они легко, очень, еще лучше, чем яблони, приживаются. Я такие за столом сотнями тиражировал. Сидя, удобно. Если что, помогу. Давай побольше насади. Ну, буду садить по максимуму, там, как уже зайдешь. И, если хочешь, я тебе еще сухих посуну для ускоренной сертификации. У меня сухие есть, тоже. Тоже есть? Ну, ладно. Так, что еще? Что еще? А, сливы. Китайские сливы. А, нет, сливы у меня закончатся через месяц. Ну, сливы у меня есть, стратегированные, сухие. А, ну, тогда ладно. У меня еще про посадки прошлого года, которые не взошли, скорее всего, могу уже... А, взойдут. Вот и все проверено. Взойдут. И, чтобы еще не забыть. Персиковые косточки давно кончились. А, 200 штук я не выдержал. Это, 100 твоя мама посадила, и 100 посадила Юлька. А, если что, продаж, ладно. Ну, все вроде. это называется интервью будущего директора или ректора, или как. Но, я всегда лишний раз, чтобы повод есть поговорить, я скажу так. Первый этап присоединения нашего сада, вот этого вот, уникального, единственного, что вроде, в роли, в роли, в роли, значит, филиала Темиряевской Академии. Так. Или, слышь, нагло сказать, присоединение Темиряевской Академии к нашему саду. Все, ребята, больше не мешаю, а то вы со счета собьетесь. Ну, что, а, я тебя в прошлом фильме спросил, тебя, как специалиста, вот, напарника, Сергея, пригласят в Москву, вырастить лучший в России сад, за пять лет причем. Скажи, да, поеду. Узнаю я тебя. Пусть уговаривает, скажи, а я буду думать, да? Ну, ладно, как обычно, вас снимает камера, улыбнитесь. До свидания, Сережа. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok